Вот есть раскалённая сковородочка, вот есть кресло. Правда, если сидеть на сковородочку раскалённой, там будет сначала пощипывание, говорят, такое приятное, какой-то один миг. Правда, потом будет, говорят, очень плохо. Ещё хуже. Ну, ну, давай. Так? Надо знать, что всё то, что названо грехом, надо же это знать, что названо грехом, но это есть нечто иное, как рана, наносимая человеком самому себе. Рана. Кто хочет это себе сделать рано? Кто хочет по колючей проволоке босичком прогуляться? Да даже по крапивке. Интересно. Кто хочет? Никто не хочет. Запомните. Вот, кстати, это одно из важных очень положений, на которые часто мы не обращаем внимания. Точнее, часто здесь у нас имеет место заблуждение, когда под грехом мы, разумеем, что это против Бога. Значит, я согрешил, значит, теперь Бог меня накажет. Да нет же! Не об этом идёт речь прежде всего. Бог потому и дал заповеди свои, заповеди, которые означают ничто иное, как предупреждение. Человек, не ходи, там же болото, ты утонешь. Человек, не ходи, там колючки, ты весь исцарапаешься. Человек, не ходи, ты там попадёшь в руки бандитов. Вот, вот что такое заповеди, слышите? Вот, это предупреждение человека от того зла, который он может причинить себе. Как он может себя, если хотите, убить, ранить, искалечить. Вот, оказывается, что такое заповеди. Грех – это есть ничто иное, как та беда, которую я творю сам себе. Вот, что такое грех. Амортия по-гречески. То есть, когда ты ошибаешься, неверно делаешь, неверно наступил, спускаешься с лестницы и на ступеньку и промахнулся. Амортия – это значит промах. И промахнулся, и полетел бедный по этой лестнице. Кто ручку сломал, кто ножку сломал, кто головку разбил. Слышите, что такое грех? Промах. Грехом мы себе вредим. Богу мы не можем ничего сделать, он неизменяемый. Бог есть любовь, и потому дал заповеди, предупреждая нас. Человек, вот это не делай. Так же, как, знаете, в цехе каком-нибудь, где работает аппаратура сложная, где мастер говорит – смотри, близко не подходи, затянет. Не прикасайся – останешься без руки. Закрывай лицо, иначе ослепнешь. Вот, что такое заповеди, понятно? Не слушаешься – ну, твое дело – раз, и без руки осталось. Вот, оказывается, что такое заповеди. Вот, оказывается, что такое грех. Нарушение нашей, своей собственной природы. Я сам властелин. Творит ли мне себе добро или зло? От меня, оказывается, это зависит. И вот удивительные вещи. Кажется, это понятно? Понятно. И... И всё равно продолжаем делать. Причём самое странное – грехом мы называем только такие вещи, о которых и сказать-то стыдно. А то, что есть внутри себя зеленею от зависти, от тщеславия, какой-то гордыни, так и прочих вещей внутри себя. Это я из-за греха не считаю. Слышите? А мы уже договорились, что внутри можно сгнить полностью, оставаясь во внешне приличной скорлупе этой жизни. Грех – рана, грех – зло, который я сам себе причиняю. Я сказал о тех внешних впечатлениях, которые играют огромнейшую роль в нашей духовной жизни. Да. Почему сказал? Потому что сейчас, как никогда в истории, благодаря научно-техническому прогрессу, Слышите? Мы окружены такой массой, таких впечатлений. Если человек остановится, будет останавливаться на них, то бедный. Это будет самое страдающее существо. Это будет самоизбиение. То алчность, то разврат, то убийство, кровь, обман, чего только нет. Смотри, смотри, человек, смотри, насыщайся. Берегитесь. Берегитесь. Надо немножечко так бороться с собой, чуть-чуть. Берегитесь. Не смотрите. Не смотрите. Посмотрел – Господи, прости. Действительно поддался. Больше не буду. Тот, кто не борется с собой, тот ничего не добьется. Царство Божие, сказал Христос, а не кто-нибудь, приобретается силою. Силою. Вы слышите как? Силою, то есть усилием. Только понуждающие себя, то есть делающие усилия, приобретают Царство Божие. Что это такое Царство Божие? Думаете, это вот так, там на небе, да, где-то, на Марсе или на Луне, да? Царство Божие внутрь вас есть. Тот, кто борется с собой, тот приобретает мир души, мир, превосходящий, как сам Христос сказал, всякое разумение. Тот приобретает радость, тот приобретает любовь. Помните, как у апостола Павла написано? Плод духовный есть. Любовь, радость, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, такие же не подвластны вот этим законам этого, этого языческого мира. Человек приобретает то духовное состояние, которое именуется состоянием обожения, то есть подобным Богу. Такие люди поражали просто окружающих. Ну, вспомните хотя бы пример Серафима Саровского. Кто он? Что он, ученый, профессор, богослов, философ? Кто он? Никто. с точки зрения земной. Одного только вида его было достаточно. Только посмотреть на него было достаточно, когда человек поражался чем? Этим излучением любви, которое шло от него. «Радость моя!» Представьте себе, человек, которого вы не знаете, который вас никогда не знал, и вдруг вы видите эту потрясающую любовь к себе. Это действительно радость удивительная. Вот оно состояние, состояние Духа, которое приобретает человек при правильной христианской жизни. Это же благо! Это благо! Это счастье, которое так безуспешно ищут люди вот в этих погремушках внешних, которые сейчас есть, через мгновение её нет. Сейчас у тебя миллиарды, через мгновение у тебя сосудик лопнул, и ты лежишь в параличии. И что, твое всё? И что? Мне говорили об одном миллиардере, которое питается через трубочку какой-то жидкой пищей. Причём самый-самый простой. Что и вовсе благо? Я думал, бедный. Наш крестьянин, мужик, выпьет, закусит, всё! Красота! и запоёт ещё. И этот миллиардер. Сравните, у кого больше счастья? несчастные люди, которые полагают своё счастье вот в этих внешних вещах. В шалаше, но по душе, не даром, говорит русская пословица. Да. А во дворце и помрёшь от тоски. И, кстати, имейте в виду, ищите ищите не богатых, а добрых. Не богатых, а разумных. Разумных и добрых. Потому что от богатства можете взвыть потом от этого, избежать. Игорь Негода.